Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мураджин Гюзов. В этом году Карачаева Черкесия отмечает вековой юбилей. Сегодня в Черкесии прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 100-летию республики. Его участники обсудили не только предстоящие торжества, но и то, что останется после них на долгие годы, многочисленные объекты различного назначения. Подробности в материале Артура Мхце. Перед началом обсуждения ряда первостепенных вопросов глава республики Рашид Темрезов еще раз напомнил о важности проводимых в текущем году в регионе мероприятий. Тем более, что речь идет не только о празднествах, но и о создании и улучшении инфраструктуры. Я неоднократно говорил о том, что празднестолетие – это очень серьезное событие и возможность для нас подтянуться по многим вопросам и направлениям. Это и строительство, и открытие социальных объектов, это и открытие новых рабочих мест. Мы сделали перечни основных объектов, которые будут вводиться, и перечни объектов, которые также вы сказали, которые касаются жизненной инфраструктуры, это и газификации, это водоснабжение, это водоотведение. Все эти объекты будут в этом году закончены. Яд из них закончен до 1 сентября. Это основные объекты. И ряд из них до конца текущего года. Разумеется, в ходе заседания было уделено внимание и самим торжествам. Практически готова единая концепция оформления региональной столицы и муниципалитетов. Главной концертной площадкой во время сентябрьских празднеств станет обновленный стадион «Нарт», рассчитанный примерно на 10 тысяч зрителей. Предполагается, что пришедшие на трибуны люди будут приятно удивлены как визуализацией мероприятия, так и самой музыкальной программой. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня день славянской письменности и культуры. Жители Карачаева-Черкесии поздравляют глава республики Рашид Тимрезов. Этот день приурочен ко дню памяти братьев Кирилла и Мефодия, христианских проповедников и миссионеров, которые составили первую славянскую азбуку и перевели книги Византии на славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры. Алфавиты на основе кириллицы появились более чем у ста языков, в том числе народов, населяющих современную Россию. Именно поэтому день славянской письменности и культуры – это в первую очередь день мира, согласия и дружбы народов России, ее богатейшего культурного величия. Наш долг из поколения в поколение бережно передавать литературное и художественное наследие, культуру, любовь к родной речи, традиционные духовные ценности, гордость за историю нашей страны. Празднование дня славянской письменности в Карачаево-Черкесии уже стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения и традиционный крестный ход. Подробности у Али Баташева. Крестный ход проследовал по улице Комсомольской от Никольского собора Черкеска до памятника равноапостольным святым Кириллу и Мефодию, расположенному у здания республиканской библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Радостные пасхальные песнопения сменились молитвой просветителя. Ненастная погода не стала препятствием к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Значение трудов Кирилла и Мефодия в истории России имеет непереходящее значение, говорили выступающие. Они сделали азбуку, они открыли великие труды, европейские труды, византийские труды, церковные, светские для всех славянских народов и для всех народов, живущих в нашей стране. Благодаря их труду мы с вами научаемся как премудрости Божией, так и премудрости человеческой. Мы их за это благодарим, мы им низко кланяемся и просим у них сегодня, чтобы они помогали всем нам. Не было бы письменности, не было бы государства, не было бы культуры, не было бы народа, который общается на русском языке. Язык является фундаментальной основой единства страны. Он формирует общее гражданское, культурное и образовательное пространство. Примечательно, что скромный монумент святым Кириллу и Мефодию, открытый в 2003 году в Черкесске, стал первым памятником просветителям на Северном Кавказе. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 46 тысяч 7 человек. Из них 44 тысячи 822 выздоровели, 15 человек госпитализированы. МЧС предупреждает, с 25 по 27 мая в горах выше 3000 метров лавина опасна. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом и местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 2, плюс 3, а днем 13,18, выше нуля и местами 4,9. В Черкесии ночью дождь, днем небольшой. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы в Кубанском водохранилище. В акватории Кубанского водохранилища участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Прикубанскому району выявили факт незаконной ловли нерестящейся рыбы. У 55-летнего жителя поселка Кавказске обнаружена изъята резиновая лодка с подвесным мотором, сети мотоцикла, а также 55 особей рыб, большинство из которых в судах. Сумма ущерба составила 274 тысячи рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Накануне состоялась Всероссийская неделя родительской компетентности. Ее проводили специалисты организаций, которые реализуют федеральный проект «Современная школа национального проекта образования». Идею замысла в нашем регионе воплощает Центр образования номер 11. Задействованы в этом деле еще вторая и четвертая школы, а также 31-й детский сад «Золушка-Черкеска». О том, какая работа была проведена с родителями в эти дни, и их впечатление от участия в вебинарах, лекциях и мастер-классах, расскажет Альбина Ламкова. Он присел, отдохнул немножко и за столик сел. Основным опорным пунктом получения бесплатных консультаций в психолого-педагогической помощи специалистов и реализации федерального национального проекта «Современная школа» конечно же служит Центр образования номер 11. Они оказывают консультацию как очно, так и заочно, организовывают и выездную помощь. Проводят эту работу и в 31-м детском саду «Золушка». Логопед Светлана Кречетова – один из специалистов консультационного центра. Она непрерывно повышает свой профессиональный уровень, а Всероссийская неделя родительской компетентности стала еще одной из ступеней, где можно проанализировать опыт трех лет в реализации проекта «Современная школа» и посмотреть перспективы ее развития. Попав в проект консультативного центра, встречаешься с очень большим количеством детей с речевой патологией. И многие родители не всегда имеют возможность приехать на очную консультацию. Поэтому очень важен именно дистанционный формат. Очень многие родители попадают на этот дистант. И мы помогаем им адаптироваться к проблемам речи своих детей. Мы помогаем им находить пути решения их важных задач по развитию речи ребенка. Одной из форм в развитии речи и обогащения словарного запаса служит метод сказкотерапии. Именно через этот способ можно воздействовать на все сферы деятельности, создавая благоприятные условия для развития устной речи, закладывая фундамент для письменных форм речи. Я была очень рада поучаствовать в этом семинаре. У меня четверо детей. Скажу, что очень необходимо, начиная с раннего возраста. Мы развиваем речь уже здесь. Мой ребенок средний ходил к логопеду. И благодаря логопеду мы выговариваем все звуки, шипящие. В рамках Всероссийской недели родительской компетентности специалистами Республиканского консультационного центра, расположенного на базе Центра образования 11, провели десятки занятий различного характера и обсудили разные темы. Кроме анализа реализации проекта «Современная школа», рассмотрели наиболее часто встречающиеся вопросы. Представили стандарты консультирования, осветили практику организации сети консультативных пунктов. Также речь шла о проведении информационных кампаний, чтобы было возможно обеспечить адресную поддержку в удобном формате для каждой семьи, каждого родителя, в решении их проблем, с которыми им приходится или предстоит справиться. Мой сын будущий первоклассник, и поэтому я считаю, что посещение таких семинаров очень важно для родителей, для того, чтобы повысить свою родительскую компетентность, так как в школе могут складываться различные ситуации. Родитель, в первую очередь, это не только воспитатель, он должен быть другом, наставником, помощником. И вот для того, чтобы предупредить ситуации, которые могут складываться в школе, я посещаю такие семинары. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Портрет, пейзаж, натюрморт и другие работы, выполненные в различных техниках. В художественной школе Черкеска прошла итоговая выставка работ учащихся, посвященная 100-летию Карачаева-Черкесии. Лучших художников наградили грамотами и ценными призами. Подробности у Али Баташева. Стремительные реки, синие горы, яркая зелень лесов, полей и множество других достопримечательностей Карачаева-Черкесии на рисунках являются настоящим украшением итоговой выставки детской художественной школы Черкеска. В этом году она посвящена столетию образования нашей республики. Камила Алботова представила на выставку портрет, выполненный простым карандашом. Это мужчина в очках, потому что я не знала, как более оригинально назвать работу. Потому что это просто мужчина, которого я постаралась, как можно более реалистичнее показать, прописать тени. Не знаю, там не было никакой определенной темы, просто портрет. И это первое, что пришло в голову. Рядом с изображениями людей – оригинальный портрет различных животных. Внимательный детский взгляд художника стремится запечатлеть всю красоту окружающего мира и выразить ее в своих работах. Получается свежо и интересно, отзываются преподаватели. Для меня они самые лучшие, самые красивые. Дело в том, что каждый ребенок потенциально – это гениально. И от коллектива зависит, от преподавателя зависит, как они смогут открыть это все, как они смогли это все показать. Дети очень талантливые. Просто очень их много. И все оказались очень способны. И вообще дети, они сами по себе, все любят рисовать. Мирослава Липовская изобразила на своей картине «Зимний отдых». Каток я здесь хотела изобразить. Вот вдали там мальчик катает своего младшего брата на санках. И это что-то по типу курорта нашего Архиза или Дампая. А что ты стараешься вообще в своих работах изобразить? Что показать тебе интересного всего? Ну, я хочу изобразить движение. Я люблю рисовать людей. Поэтому чаще всего я рисую композиции с людьми. Беллада Багова и Исмаил Хубив в этом году заканчивают художественную школу. Их работы были по достоинству оценены жюри. Я предоставила работу на тему столетия Крачаевой Черкесской республики. Здесь мне хотелось бы показать красоту нашей природы, горы. Я решил нарисовать это, вспоминая, как я ездил в АУ к своей бабушке. И вспоминал, что даже когда она уже в преклонном возрасте, она все равно продолжала что-то делать. На детских рисунках причудливо сплетаются фантазии и реальность. Здесь романтическая встреча в горах и национальные танцы. Бабушка жарит хачаны, доит корову и угощает парным молоком любимого внука. Сцены застолья, разделка барашки и другие картины быта, прошлого и настоящего. Источники вдохновения для художника могут быть самыми разными. Самых талантливых участников выставки наградили грамотами и ценными подарками. В конце мая юным художникам и художницам предстоит пройти защиту своих работ, а осенью приступить к новому учебному году. Каждая выставка – это лишь повод задуматься над темой. Творческая работа идет постоянно, поэтому надо стараться больше рисовать, говорят преподаватели своим воспитанникам. Алибаташев, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин